Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светлана Шевченко. Далее коротко о темах этого выпуска. Новости в студии Светлана Шевченко. Новости в студии Светлана Шевченко. Новости в студии Светлана Шевченко. Еще две недели назад купить некоторые лекарства в аптеках было невозможно. Сегодня пользуются спросом гормональные, препараты от давления и для лечения щитовидной железы. Все в наличии. Очередей нет, то есть у нас стабильная простая обстановка. То есть люди живут в обычном режиме, поэтому повышенного спроса нет. Все отпускается согласно тем периодам, которые выписаны в рецепт. Тем не менее, не все препараты можно купить здесь и сейчас. Тогда аптеки работают по системе отложенного спроса. После заявки лекарства приходят в течение 10 дней. Рецепторный препарат, ну вот рецепт у меня сохранится, мне будут звонить. Обещают поставку. Вот это вот единственный раз я столкнулась с дефицитом. Единственный раз. Выросла стоимость в основном импортных препаратов. На лекарства и списка жизни, на важных цены регулирует государство. Ну я покупаю вот на АПЕПТ от давления, покупаю для головы. Обычно здесь все есть. Ну иногда не бывает, но потом через некоторое время приходит. С помощью системы маркировки в любую секунду можно отследить не только наличие лекарств в аптеках, но даже движение препаратов от поставщика до точки продажи. В обращении находится почти полмиллиарда упаковок лекарственных средств. По инсулинам на текущий момент находится в обращении более 180 тысяч упаковок. Левотероксин натрия более 480 тысяч упаковок. Вольпроевая кислота – это препараты для лечения болезни Паркинсона. Более 60 тысяч упаковок на текущий момент снижения ассортимента лекарственных препаратов мы не видим. Лекарства в Новосибирской области производят больше 20 фармацевтических предприятий. Очень часто получали обращение по препаратам, которые связаны с лечением щитовидной железы. Мы сегодня начинаем выпускать эльтероксин. Мы ожидаем, что порядка полумиллиона непосредственно упаковок будет на стартовом этапе производиться. Ну и максимальная мощность до 1 миллиона в месяц. Отказов от поставок лекарств в аптеке от производителей не поступало ни разу. А специалисты Росздравнадзора напоминают, за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Станислав Блинов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Реконструкция старой больницы в Первомайском районе Новосибирска идет по плану. Несмотря на санкции и неожиданные изменения в проекте, современное медицинское учреждение широкого профиля обещают сдать в срок. Эту тему продолжит Андрей Баев. В здании бывшей Первомайской районной больницы вовсю идут ремонтные работы. По факту это строительство практически с нуля. Новым будет все. Внутренняя отделка, коммуникации, перепланировка. Уже в процессе выяснилось, что придется менять межэтажные перекрытия. Старые оказались деревянными. Но на сроки это не повлияет. Этот объект Первомайцы ждут. Он необходим. Реализуется он по поручению губернатора Новосибирской области и при инициативе Первомайцев и депутата законодательного собрания Козлова Александра Петровича. Объект нужный. Он необходим. И мы, конечно, все его ждем. Потому что и качество доступной медицинской помощи, конечно, будет намного лучше. Сто коек хирургического и терапевтического профилей. Современное оборудование и, главное, высококвалифицированные специалисты. С открытием этой больницы для почти 90 тысяч жителей Новосибирска доступней станут все виды помощи, как экстренной, так и высокотехнологичной. Здесь будет КТ, рентген, эндоскопическая служба. Все в приемном покое сосредоточено рядом, примыкающей реанимации. И, соответственно, если пациенту требуется хирургическая помощь, он на лифте поднимается вверх на второй этаж в операционный блок. Возродить Первомайское медицинское учреждение – это один из наказов избирателя. Теперь он будет исполнен благодаря подписанному соглашению. Завершить все работы планируют до конца этого года. К открытию также планируют благоустроить и территорию больницы, в которую входит небольшой сквер. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Жилье и инфраструктуру в Новосибирской области будут строить с помощью механизмов Дом.РФ. Организации, которая дает возможность заемщикам оформить ипотечный кредит на более выгодных условиях, а также помогает застройщикам. Дом.РФ возглавляет бывший зампред правительства России Виталий Мутко. С ним губернатор Андрей Травников обсудил строительство почти 50 тысяч квадратных метров жилья в Мичуринском сельсовете Новосибирского района. Там появится новый малоэтажный квартал. Механизмы Дом.РФ планируется использовать и в Академгородке. Мы заинтересованы, чтобы такой новый инструмент, как арендное жилье, появился в Академгородке и удовлетворил спрос студентов или молодых ученых на улучшение жилищных условий. Мы говорили о развитии инфраструктуры, использовании инструмента облигаций Дом.РФ для финансирования строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Здравствуй, юность в сапогах. Весенний призыв стартовал в Новосибирске. В военкоматах людно. У клонистов в последние годы становится все меньше. 12 человек отправятся на службы в президентский полк. Остальные в части Центрального военного округа. Александр Шпак пообщался с новобранцами. Окулисты, неврологи, терапевты. Призывников обследует целая армия врачей. Психологические тесты помогают выявить тех, кому автомат доверять не стоит. Ну ладно, смотри, пожалуйста, на мотоцик. Ребята в основном молодые, кто после школы, кто после вуза. Отбор на военную службу строгий. Погоны не всем по плечу. Возьмут вреды новобранцев лишь 10% из тех, кто стоит на учете. 220 человек на 4 района мегаполиса. И я думаю, что это вполне по силам, 4 районам, дабы призвать. Вот это количество людей, которые здоровых, воспитанных, грамотных и с хорошим, достойным образованием. К счастью, у комиссаров есть из кого выбирать. Данил Романосов ради службы взял академический отпуск в колледже. А Артем Расторгуев отложил планы на спорт. Всегда хотел. С детства считалось, что это почетно служить в армии. Пройти такой тест на мужчину, в принципе, можно так сказать. Но это мое личное желание. Таких парней, по словам комиссара, несколько меньше, чем потенциальных уклонистов. Так было всегда. Однако духом сильных достаточно, чтобы наша армия состояла из тех, для кого служба – привилегия. После прохождения срочной этих ребят с удовольствием примут почти в любые силовые ведомства. А за этой дверью происходит самое заключительное и волнительное таинство. Военно-врачебная комиссия принимает окончательное решение, готов ли призывник к военной службе. А герои нашего сюжета – призывник Расторгуев Романосов. Следующий по очереди совсем скоро решится их судьба. Несколько волнительных минут – приглашение в кабинет. Решение положительное. Артему и Данилу выпала большая честь. Они станут одними из 12 новосибирцев, которых зачислят в президентский полк. В скором времени они будут доставлены в Москву для прохождения службы. Что касается опасений призывников насчет специальной военной операции, ситуация неизменна. Ни один новосибирский срочник в горячей точке не окажется. Так распорядился президент. Александр Шпак, Константин Менин, Новости ОТС. Рыбалка в Новосибирской области скоро окажется под запретом. А именно с 20 апреля. На участке реки Опь до границы с Томской областью запрет продлится до 20 мая. До 15 июня нельзя будет рыбачить на территории водоемов вблизи населенных пунктов от Устья Новосибирской ГЭС до деревни Малая Кривощокова. Отмечу, что нарушение правил чревато штрафом от 2 до 5 тысяч рублей. При этом инспекторы конфискуют все орудия лова. А это может быть весьма накладно. Памятник Покрышкину переносят на новое место. Раньше Стелла располагалась возле долгостроя на площади Маркса. Сейчас земля ушла в собственность и на этом месте начнется новое строительство. Ксения Петренко расскажет подробнее, какие изменения претерпит центральная площадь левого берега и куда установили памятник. Новое место для памятника Покрышкина центр – кольца на площади Маркса. Раньше он стоял на частной территории, но застройщик собирается начать работы. В центре кольца установили специальное бетонное основание, вбили сваи. Это нужно для того, чтобы конструкция была максимально прочной. Сам же памятник никак не изменился. Это шесть гранитных блоков, на которых стоит скульптура Покрышкина с орлом. Вокруг монумента установят подсветку, вымастят дорожки и высадят растения и кустарники. На кольце появятся гладкие вязы, яблони, сирени и розы. Там помимо переноса памятника будут работы по устройству дорожки в твердом покрытии, по устройству подсветки самого памятника. Там будут установлены светильники. И будет большая работа по озеленению. По проекту там высадка небольших кустарников, невысоких, потому что там очень активное движение транспорта, и деревья там не должны быть большие, высокие. При этом пешеходам попасть в центр кольца будет невозможно. Прямой доступности людям на эту территорию не будет, поскольку здесь круговое движение непрерывное. Поэтому подходы к данной территории могут осуществляться только во время праздничных мероприятий с перекрытием движения автомобиля на какой-то промежуток времени. Перенос памятника Александру Ивановичу – это первый этап предстоящей масштабной реконструкции площади Маркса. Следом возьмутся за долгострой ДК «Сепсельмаш». Строить его начали еще в 1979 году. Планировали возвести трехэтажное здание с размещенным в центральной секции 22-метровым бассейном и огромным концертным залом. Тогда успели отстроить три этажа. На большее не хватило денег. А дальше началась череда попыток реанимировать долгострой и смена собственников. Сейчас собственник здания подготовил очередной проект. Его представили на градостроительном совете. Выглядит вот таким образом. Но здесь нужно учитывать несколько нюансов. В первую очередь высотность здания. Чем ближе к телевышке, тем ниже должны быть строения. Кроме того, важно учитывать симметрию площади Маркса. Все должно смотреться гармонично. И обязательно продумать цветовые решения. Пока остановились на многофункциональном комплексе с апартаментами, офисами и магазинами. Предполагают построить две высотки в виде лепестков по центру. Вокруг среднеэтажные здания. Внутри квартала организуют пешеходную зону. Будет большая подземная парковка, рассчитанная на 800 автомобилей. Над ней разместят магазины, интерактивный музей Александра Покрышкина, кафе и гостиницы. Из котельной, расположенной рядом, хотят создать арт-объект. И, как пояснил застройщик, в течение месяца концепция будет доработана и утверждена. После этого приступят к строительству. Ксения Петренко, Сергей Жданов, Новости ПТС. Жители дома на троллейной улице борются с плесенью. Пока победа на стороне грибка. Текущий ремонт кровли и капитальный в квартирах не помогают. Годами с потолка бежит вода и промерзают стены. Подробности в сюжете Александра Попова. Значит, я наматываю тряпку на палку. Развожу медный купорос. Это два раза в году. И вот на лестницу лезу. И начинаю вот тут вот всё пропитывать. Таким нехитрым способом Валентина Алексеевна сдерживает расползание плесени по квартире. Плюс два раза в год подклеивает обои. Караулит с тряпками и тазиками, когда идёт дождь. Доказать управляющей компании, что есть проблемы с герметичностью крыши, невозможно даже зимой. Когда температура в квартире опускается до 15 градусов. Градусник, сказали у меня, неправильно показывает. Жительница соседнего подъезда Зоя Николаевна эту зиму тоже пережила с приключениями. Я зимой спала в одежде, в которой хожу. Снимала только ботинки и куртку. И даже иногда шапку девала на уши того, что дует. С холодами справилась, а вот с плесенью уже не может. Ещё полгода и потолок почернеет полностью. Проводить ремонт по два раза в год ни сил, ни денег не хватает. Теряют терпение и соседи по этажу. Мы белили-белили, уже это всё надоело. И мы уже решили клеить обои. Обои тоже пришлось переклеивать каждый божий год. Теперь стены отделали пластиком, заглядывать под который страшновато. Запах сырости стоит в квартире постоянно. Но хотя бы грибка не видно. Управляющие компании заверяют, что текущий ремонт кровли уже проводили. Будет он и в этом году. Управляющая компания в рамках локального ремонта, текущего ремонта, выполняет работы по ремонту крыши. Ежегодно на данной кровле мы выполняем данные работы. Но их недостаточно. К сожалению, текущий ремонт крыши, как показывает практика, проблему решить не может. Дожидаться капитального ремонта, который назначен на 35-й год, смысла тоже нет. Поэтому единственный вариант для дома на троллейной улице – это перевод скопившихся средств на спецсчёт. После чего в срочном порядке ремонтировать крышу уже основательно. Правда, в этом вопросе управляющая компания согласия с жителями добиться не может. В благие намерения коммунальщиков после безуспешного латания дыр в доме не верят. Александр Попов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Малые бакланы впервые появились в Новосибирской области. Перелётных птиц в регион занесла пыльная буря. Орнитологи сообщают, что обычно они не залетают на север. Сперва в марте бакланов увидели в Казахстане. В апреле стая оказалась в Сибири. Что касается типичного ареала обитания, то известно, что птицы распространены в Европе и на юге Азии. Театр «Красный факел» начал выступление в Москве на фестивале «Золотая маска». В столице представят два спектакля «Тайм-аут» и «Дело». Краснопакельская сцена пустовать не будет. С гастролями в Новосибирск приезжает Московский театр «Сатиры». В афише два названия «Лес» и «Гаргоны». В этих спектаклях заняты Алена Яковлева, Максим Аверин, Юрий Васильев и другие артисты. Мой коллега Алексей Кудинов сейчас работает в Москве. Он побывал в театре «Сатиры», чтобы узнать, как идет подготовка к гастролям. В Новосибирске Московский театр «Сатиры» не было 18 лет. Нет, конечно, отдельные артисты, например, Максим Аверин или Алена Яковлева, приезжают часто с антрепризными спектаклями, со своими авторскими проектами. А вот так, чтобы весь театр, да еще на несколько дней, да еще в афише два названия, так не было уже очень давно. Хотя еще несколько десятков лет назад было иначе. Алена Яковлева вспоминает, что впервые в нашем регионе побывала с большими гастролями совсем в юном возрасте. Кстати говоря, по Новосибирской области мы поехали вместе с Спартаком Васильевичем Мишулиным. Мы поехали, я еще не проработав ни дня в театре, они меня уже потащили на гастроли, введя в какой-то отрывок. Я с Спартаком Васильевичем ездила месяц по Новосибирску, по всем областям и так далее, и так далее. Театр родился почти сто лет назад, благодаря, как бы сейчас сказали, коллаборации разных творческих сил. Актеры и режиссеры из театра «Кабаре летучая мышь» и камерного театра миниатюр «Кривой Джимми». На авторе текстов сатирики из журналов «Красный перец» и «Крокодил». Публики поначалу показывали даже не спектакли, а обозрения на бытовые и политические темы. Со сцены не просто смеялись, бичевали недостатки, которых в жизни граждан молодого советского государства было предостаточно. Сегодня театр сатиры находится в здании на Триумфальной площади. Полгода назад коллектив слили с еще одним театром – «Прогресс сцена Армена Джигарханяна». Многолетний руководитель Александр Шервинт стал президентом, а пост «Худрука» занял актер и режиссер Сергей Газаров. Новосибирск – очень театральный город. Это точно так же ответственно ездить туда на гастроли, приводить в театры. Это как Питер, Екатеринбург. Такие вот, знаете, известные театральные города всегда были и, слава богу, остаются. Поэтому это в любом случае интересно театру. Особенно сейчас, когда большая очень нужда в каком-то энергообмене. В театре «Сатиры» в свое время работали Ирина Зеленая и Татьяна Пельцер, Спартак Мишулин и Андрей Миронов. Присутствие великих актеров ощущается везде. С ведущей актрисой Аленой Яковлевой мы встречаемся в одной из гримерок. Когда-то здесь готовился к спектаклям легендарный Анатолий Попанов. Сегодняшние звезды театра «Сатиры» в Новосибирск приезжают часто, но в составе антрепризных проектов. Первые за два десятилетия. Большой выезд в Новосибирск. Именно трупы театра здесь очень ждут. Город, повторяю, театральный, но тем не менее он очень благодарный. Я никогда не забуду, у меня до сих пор сохранена вот такая огромная обезьяна, вынесенная на сцену после спектакля кем-то из зрителей. Обезьяна в очках потрясающая, она до сих пор у меня есть. В Новосибирске театр «Сатиры» покажет два спектакля. Всегда актуальный «Лес» по Островскому и пьесу знаменитого американского драматурга Дона Нигра «Гаргоны». Это история двух немолодых актрис, которые всегда соперничали, враждовали, но съемки в кассовом голливудском фильме заставляют героинь как-то разобраться в своих отношениях. По информации организаторов гастролей, билетов на спектакли в «Красном факеле» уже давно нет. Но «Лес» с Максимом Авериным, Аленой Яковлевой, Юрием Васильевым и другими артистами еще покажут в Доме ученых Академгородка. Алексей Кудинов, Александр Ведерников, Новости ОТС. Это вся информация. К данной минуте еще больше новостей в следующих выпусках. До встречи на телеканале ОТС.